Ансамбль песни и танца «Заваленка. Четверть века» на сцене. 25-летний юбилей коллектив ответил музыкальным спектаклем. Новая театральная постановка с уникальными костюмами, яркими танцами и народными песнями посвящена сказанию о земле Оскольской. Действие театрализованной постановки начинается в 1593 году с основания города-крепости Оскол и проходит сквозь века до наших дней. Через танцы, песни, музыку и костюмы артисты и ансамбля реконструировали не только жизненный уклад предков, но и запечатлели мудрость многих поколений. Яркие картины сражений артистам помогли восстановить воины-ратоборцы, представители ассоциации клубов Старого Оскола. Юбилейный концерт получился не только зрелищным, но и разножанровым. Артисты ансамбля «Песни и танца. Заваленка» исполнили произведения местного фольклора. Старинные народные, казачьи и фронтовые песни. За 25 лет коллектив накопил богатый репертуар. Около 300 произведений. Сколько было их таких отважных, а теперь они в земле вовлажной. Ах, какие лупцы здесь ваты, как огни глаза у них сиялы. Я являюсь поклонником этого замечательного, очень светлого, очень яркого и очень любимого мною коллектива. У меня в этом коллективе работает родная сестренка. Я на каждый концерт всегда с огромной радостью и любовью прихожу. Я поздравляю коллектив с таким большим, замечательным юбилеем. Изумительно. Это частица души каждого человека, который уже, как бы, не то что молодость, а уже возраст начинается. И вот все это чувствуешь, прочувствуешь их. Ну, молодцы. Вообще в восторге, в восторге и все. Отличное творчество Заваленки. Это заряд бодрости и здоровья. И для нас отдыха для старых людей. Заваленка появилась в 1994 году на базе народного ансамбля «Скальчанка». Хореографический коллектив пополнил оркестр и хор. Идейными вдохновителями Заваленки стали опытные работники культуры – супруги Иван Иванович и Анна Павловна Головко. В юбилейный вечер их приветствовали бурными аплодисментами. Все, что здесь, это ваше сословие. Спасибо вам большое. Имя художественного руководителя Заваленки Анны Головко занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Я никогда не могла предположить, что мы из Москвы не будем выходить. Нас приглашали очень часто на праздники в Москву. Я не думала, что я встречусь с балеринами. Лепешинская Ольга была на нашем концерте. Наш концерт будет вести заслуженный артист Климов. Много мы ездили, и по заграницам, и всё. Мы Белгородскую область прославляли, старые осколы. За 25 лет ансамбль объехал полмира. Германия, Италия, Индия, Португалия, Чехия, Словакия, Латвия. Ансамбль неоднократно выступал на одной сцене с такими именитыми коллективами, как Кубанский казачий хор, хор имени Пятницкого, Воронежский народный хор имени Масолитиного. Ансамбль «Честушка» братьев Заволокинах участвовал в съёмках программы «Игра и гармонь любимая». Сегодня в Заваленке 42 артиста. График работы напряжённый. Фестивали, концерты и репетиции, по вечерам, выходные и праздники. Состав постоянно меняется. Кто-то уходит в декрет, кто-то на пенсию, кто-то в преподавательскую деятельность. Нередки проблемы со здоровьем. Но любовь к Заваленке остаётся навсегда. Замечательный концерт до мурашек. Затронули всю душу. Вытащили, так скажем. Хотелось тоже выйти, петь, потому что финальные номера – это старые, так скажем, номера, то есть репертуар прошлых лет, который мы все знаем. Заваленка, в принципе, огромную роль в моей жизни сыграла. То есть благодаря Заваленке я не бросила музыку, потому что я пыталась это сделать. Я полюбила народную музыку. Танцевал 11 лет, я вам скажу, что это все 11 лет были яркие. Тут как-то выделить поездки всегда яркие. Великолепный коллектив, великолепные руководители. Я любил свою работу и всегда буду любить Заваленку. Я приходил с удовольствием. И всегда буду сюда приходить на их концерты сейчас. Энергетика очень сильная, очень добрая. Это адреналин такой по-своему. Как выходишь и ух, и всё. Выходишь на сцену и там уже живёшь. Это жизнь, там всё живёшь. Поздравить коллектив с юбилеем пришли представители администрации, управления культуры и, конечно же, бывший мэр Старого Оскола Иван Гусаров. В лихие 90-е, несмотря на инфляцию, безработицу, безденежье и пустые полки в магазинах, Иван Афанасьевич развивал культуру. Поддерживал артистов морально и финансово. Радует то, что вы сегодня достигли такого уровня. Вы не просто сами. Вы создали ещё школу. Ваша школа сегодня, наверное, котируется не только в нашем регионе, в нашем округе. А далеко за пределами нашего города. Добра вам. А то, что вы сегодня такие, это ваше мастерство. Музыкальное поздравление приготовили артисты младшего состава ансамбля. Воспитанники детской завалинки в эту субботу, 14 декабря, тоже будут праздновать юбилей. В честь торжества дадут концерт. Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Денис Остапенко, 9 канал.